Вот такой вопрос задал мне подписчик моего канала в Телеграм. Понимаете, дружба это такое же неопределенное понятие, как, например, любовь. Нет никаких четких критериев, что вы должны друг для друга делать или сколько времени вы должны проводить вместе для того, чтобы считаться друзьями. Кто-то может мне сказать, ну, друг это тот, кто всегда придет на помощь. А разве вам никогда не помогали посторонние и даже незнакомые люди, которых вы не считали своими друзьями? Есть еще мнение, что друзья это те, кто в случае конфликта, что называется, друг за друга горой. На самом деле люди всегда очень хорошо объединялись против какого-то внешнего врага, даже в том случае, если испытывали друг другу неприязнь. Им просто некуда было деваться, потому что в одиночку с врагом справиться было нельзя. Так что в этом случае это просто наступать на оборонительный союз, который существует только до тех пор, пока существует общая для всех внешняя опасность. Кстати, поиск внешних врагов всегда был основной национальной идеей для любого государства. Власть говорила своим гражданам, вон там враги, которые нас ненавидят, а поэтому мы должны объединиться, затянуть пояса и еще немного потерпеть. И как только мы победим этих врагов, сразу же заживем хорошо. Но вот только враги почему-то никогда не заканчиваются. Ну а на бытовом уровне так называемая дружба очень часто заканчивается после того, как один друг у другого друга взял деньги в долг, ну или друзья не поделили между собой какую-то бабу. Так что никаких друзей специально искать не надо, просто общайтесь с теми людьми, которые нравятся вам и которым, в свою очередь, нравитесь вы.